Друзья, сограждане, к сожалению, на сегодняшний день мы опять стоим на пороге очередного политического кризиса, который иницирует Единая Осетия. Причиной этого кризиса может стать формирование Центральной избирательной комиссии. Вчера, 22 числа, должна была состояться сессия парламента, на которой мы должны были этот вопрос обсуждать. И вся загвоздка заключается в том, что Единая Осетия и президент Бибилов хотят, чтобы Центральная избирательная комиссия была максимально в их руках и обслуживала только их интересы. Это неприемлемо для Республики Южная Осетия. Один из главных принципов Центральной избирательной комиссии заключается в том, что она должна содействовать реализации прав гражданина на его избирательные права, на реализацию его избирательных прав. Это один из самых главных принципов. И для этого в Центральной избирательной комиссии должны присутствовать представители разных политических сил, разных групп населения. И это предусматривает и закон. Центральная избирательная комиссия формируется из президентской квоты, 7 человек. Он представляет, президент представляет кандидатуру председателя Центральной избирательной комиссии и парламент ее назначает. И из квоты парламента. А квота парламента состоит из тех политических сил и представителей депутатов, которые составляют парламент на сегодняшний день. До начала обсуждения этого вопроса была достигнута договоренность, как это случалось и по традиции в предыдущие годы, что каждая политическая сила представит свои кандидатуры и никому из депутатов не хотелось бы, чтобы был опять какой-то кризис. Все проходило довольно просто, легко, потому что кандидатуры были представлены на комитет, комитет по законодательству и законодательству и местному самоуправлению, как это полагается по закону. Далее они были из комитета, значит вопрос перешел в президиум, где также кандидатуры рассматривались и утвердились. И даже было подготовлено постановление, в котором отражались все семь кандидатур, которые представляли разные политические силы парламента. Единая Осетия в нарушении закона хотела это постановление разбить на семь частей. То есть вместо того, как это полагается по закону вынести вот точно в таком же виде его на заседание парламента, они хотели голосовать за каждого кандидата отдельно. И принципиально заключается в том, что люди, которые бы отстаивали позиции разных политических сил и разных групп населения, они бы не пропустили. Вот в чем заключается задача Единой Осетии на этой сессии. То есть они, Единая Осетия, меняют правила игры на ходу и при том делают это в незаконном русле. Поэтому вчера сессия не состоялась. Нам предстоит обсуждение этих вопросов. Я думаю, что мы будем настаивать на том, чтобы вернуть работу парламента в конституционное русло. Необходимо выполнять все нормы конституционного закона об основных гарантиях прав, избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Республики Южной Осетии в полном объеме. И даже если им не нравятся эти нормы, они обязательны к реализации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова